Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ и в начале коротко о главных темах выпуска. Снежные выходные или экзамен для коммунальных служб, как встретили зиму в Бурятии. Герои нашего времени на месте гибели сотрудников милиции возвели памятник. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Зоозащитники вышли на улицы Улан-Удэ, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Скользкие выходные. За последние два дня в республике выпала двухнедельная норма осадков. Обильный снег за считанные часы превратил дороги в настоящий каток. Стоять в пробках водителям приходилось часами. Снегуборочная техника начала обсыпать песком проезжую часть только в воскресенье утром. На перевалах федеральных трасс и на подъездах к Улан-Удэ ситуация ничуть не лучше. О том, как встретили зиму водители, пешеходы, а также коммунальные дорожные службы, в репортаже Баира Цедыпова. Довольно неприятный сюрприз ожидал жителей республики в прошлые выходные. Утомительные пробки днем, а к вечеру зима заявила о себе обильным снегопадом, который превратил дороги в сплошной каток за несколько часов. В субботу снегоочистительной техники не было на улицах. Посыпать дорогу начали только в воскресенье. С субботы на воскресенье с полчетвертого наши сотрудники выехали в спецавтохозяйство и контролировали выпуск и работу вот этих дорожных коммунальных служб. Получается, как всегда, у нас не хватает техники, не справляется. Работало вчера в воскресенье три автогрейдера, 11 КДМ. Естественно, они не справлялись. Если бы вовремя этот снег убрали, такого гололеда бы хотя бы по магистральным улицам не допустили. Всего за скользкие выходные на дорогах республики случилось 120 аварий. На перевале Пыхта народный журналист снял на телефон развернутый тягач, из-за которого проезд был затруднен. Но в целом, как утверждают в федеральных и региональных дорожных службах, ситуация под контролем. Ситуация на дорогах стабильная, сложная, тяжелая, но стабильный проезд везде есть. На перевале Пыхта в ночь с суббота на воскресенье было перекрыто движение для большегрузных транспортных средств, чтобы не было коллапса транспортного, из-за которого перекрывается движение и невозможно подъехать снегоуборочным машинам. Днем все дороги и тротуары были по весеннему мокрыми и грязными. Однако некоторые водители маршрутного такси с оптимизмом смотрят на проблемные выходные. Работа не была сорвана, как работал транспорт, так и работал. Но в городе, конечно, были пробки. После такого снегопада прибавилась работа и для дворников. Отколоть лед и расчистить дорогу до подъезда оказалось непростой задачей. Ну, если по-хорошему, то надо вот это все дороги, все обметать. Ну, если хотя бы то, что у нас народа не хватает, хотя бы вот напротив подъезда. Ну, это, можно сказать, некачественная работа в нашей работе, честно говоря. С приходом зимы сотрудники госавтоинспекции призывают быть бдительными на дороге. Уважаемые участники дорожного движения, в связи с плохими метеоусловиями и выпавшими обильными снегопадами, мы обращаем ваше внимание, как водитель транспортных средств, при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, снижать скорость движения, иметь запас тормозного пути и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Некоторые жители все же остались рады минувшим выходным. Для детей первый снег – это отличный повод для того, чтобы слепить снеговика и не только. Зима, наконец пришла, снеговиков там можно лепить, снежки играть, с горы кататься там на санях. Ну, там новый госк будет скоро, через месяц. Повторного снегопада синоптики на ближайшие недели не прогнозируют. Баир Цедыпов, Алдар Домбаев, первая альтернативная. Четыре года строительства и два миллиарда рублей. 8 ноября состоялось историческое событие. Открыли мост через реку Баргузин. Проект был начат еще в 2009 году. По словам главы республики, новый мост открывает доступ к освоению минерально-сырьевых ресурсов зоны БАМа. Кроме того, он позволит разгрузить движение на переправе во время туристического сезона. Теперь жителям Бурятии и ее гостям не придется стоять в многочасовой очереди в ожидании парома. В то же время экологи беспокоятся. Увеличение потока туристов в заповедную зону национального парка создаст еще большую угрозу экологической безопасности Байкальского побережья. Не менее торжественное открытие состоялось сегодня. Память о двух героях превратили в двух орлов. В 1995 году группа дежурной части, тогда еще милиции, попала в засаду и была обстреляна преступниками. Тогда погибло два милиционера. На митинги памяти побывала Юлия Пермякова. Два падающих орла как символ двум героям Бурятии. 18 лет назад на 88-м километре трассы Олан-Удэ-Кяхтов перестрелки сотрудников милиции и дезертиров из воинской части Гусенозерска погибли майор милиции Павел Бураев и старший сержант Александр Пежемский. События этой ночи вспоминает их коллега. Он чудом выжил после 11 пулевых ранений. Они нам перегородили путь, наставили автоматы и сразу же открыли огонь. Благо, что мы успели из автомашины выскочить, а наш водитель Пежемский Александр находился за рулем, пока машину останавливал, но не успел выскочить и автомашина была из четырех автоматов полностью изрешетена и за рулем погиб наш коллега. Майор милиции Бураев в тот день тоже не вернулся домой, где его ждали супруга и трое детей. Младшему был всего годик. Вдова майора рассказывает, что всегда переживала за мужа. Ей часто снились вещи и сны о его гибели. И тут, когда они пришли и так сделали, у меня даже не включилось. А я им говорю, ой, проходите, а мужа нет, говорю, он на работе, а что вы хотели? И вот когда они сказали, что Паша погиб, ну просто в это поверьте. Я говорю, нет, такого не может быть. Я говорю, да вы что? Через год после трагедии семьи погибших своими силами установили памятник на месте трагических событий. И лишь спустя 17 лет их память почтили достойно при поддержке меценатов и общественного совета МВД. Теперь, по словам министра, рядом с двумя орлами будут принимать присягу молодые полицейские. Юлия Пермякова, Александр Хомаганов, Первая альтернативная. Ежегодно 10 ноября в России отмечали День российской милиции. Теперь этот праздник переименовали в День сотрудника органов внутренних дел. Самым необычным поздравлением для полицейских в этом году стал кавер-хита Get Lucky группы Daft Punk, исполненный хором МВД России. Ролик, размещенный на ютубе, набрал больше миллиона просмотров за несколько дней. Что желают стражам порядка улан-уденцы, узнала наша съемочная группа. С днем рождения, полицейский! Кольщик, накали мне купола! Ну, поздравляю всех милиционеров, полиционеров. Желаю, чтобы была перспективно хорошая работа, чтобы в городе все было хорошо. И всего самого наилучшего. Заслуженных работников МВД поздравляем с праздником, охраняйте нас хорошо. Поздравляю с праздником, желаю вам счастья, желаю вам здоровья и желаю вам всем, чтобы вы были живы и радовали своих близких. Вот, а теперь давайте вместе вот эту песенку напоем наше слышно. И опасно, и трудно, и на первый взгляд, как будто не видно. Есть никто, где-то там что-то жить. Ну, все, спасибо вам большое. Все равно всего доброго. Спасибо. Вам тоже спасибо. Очередные новости из коридоров власть республики. Время нашей постоянной рубрики Официоз. Чиновники раздали гранаты. Пресс-служба правительства Бурятии сообщает о завершении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение грантов. В списке победителей 34 организации, каждая из которых получит от 90 до 300 тысяч рублей. Все вместе чуть меньше 10 миллионов в год. По данным газеты «Новая Бурятия», примерно такую же сумму получает в качестве годовой зарплаты глава республики Вячеслав Наговицын. Бежевая кожа и DVD-проигрыватели – это не элементы интерьера шикарной яхты арабского шейха, а очередные желания чиновников, опубликованные на сайте госзакупок. На этот раз отличились сотрудники многофункционального центра по оказанию госуслуг населению. Оказывать эти самые услуги чиновники хотят на авто стоимостью никак не меньше 1 миллиона 358 тысяч рублей. Марка автомобиля в лоте не указана, зато перечислены требования к будущей машине. Она должна быть 2013 года выпуска мощностью не менее 180 лошадиных сил. Кроме того, для чиновников крайне важно, судя по заявке, чтобы авто было с климат-контролем, аудиосистемой с 11 динамиками и подсветкой макияжных зеркал. Под это описание подходят сразу несколько автомобилей бизнес-класса. Это Toyota Camry, Nissan Tiana и Mazda 6. На каком из них остановится выбор заказчиков, станет ясно 20 декабря. Неофициально исключительно на бурятском и его диалектах. В Иволгинском дацане обсудили проблемы сохранения национального языка. 335 лам ученых, политиков, общественников, учителей, деятелей культуры и искусства Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Монголии и внутренней Монголии попытались найти пути решения одной из основных проблем национальной культуры. Будущее и перспективы развития бурятского языка. Международную конференцию с таким названием организовала буддийская традиционная Сангхарасия. Главная тема – исчезновение родного языка. Каждый желающий мог поделиться своими мыслями по этому поводу. Вот только дискутировать можно было исключительно на бурятском языке, что для большинства собравшихся было непросто. Десять лет меня учили по-русскому изъясняться, по-русскому писать, по-русскому говорить, по-русскому даже думать. И поэтому для меня, конечно, очень тоже проблематично, но для душа меня болит и ноет, и хочу, чтобы действительно родной язык. Потому что обычаи, традиции нашего народа, они очень такие, как сказать-то, богатые. Вот того не скажешь по-русски, чего скажешь на бурятском языке. Ученые, политики, общественные деятели и учителя. Более 300 человек собралось на открытии конференции. Данная конференция помогает нашему народу понять то, что вот именно в каком состоянии находится сейчас наш язык. И вот объяснить именно нашему народу, чтобы каждый наш бурят мог понять свою гордость, чтобы он был горд именно за то, что он бурят, и вот он всегда, чтобы разговаривал на бурятском языке, на своем. Сегодня во всем мире стоит проблема исчезновения языков малых народов. И бурятский язык не исключение. И если ничего не предпринимать, считают организаторы конференции, можно утратить не только свой язык, но традиции и культуру навсегда. Наталья Окладникова, Марина Непомнища, Халдар Домбаев, первая альтернативная. Благотворительный концерт в поддержку питомника для брошенных животных «Пес и кот» состоялся в воскресенье на Арбате. Волонтеры и неравнодушные горожане попытались привлечь внимание к проблеме брошенных животных. Александра Иванова продолжит тему. Мы в ответе за тех, кого приручили. Весьма известна истина, о которой, к сожалению, не все помнят. Улицы, подвалы, подъезды города заполнены брошенными животными. Однако большинство людей не видят или не хотят видеть тех, кто так нуждается в защите. Наша задача, в первую очередь, донести до каждого жителя, что ответственность за животных несем мы сами. Должно быть, в первую очередь, ответственное отношение, когда берут щенка, и потом, когда вырастает взрослая собака, не допускать бесконтрольное ее размножение. Зоозащитники брятий не закрывают глаза на проблемы и всеми силами стараются их решить. Вот только сил этих не так уж и много. Ежедневно приют в кот и пес пополняются брошенными питомцами. А вот пристроить четвероногих братьев наших меньших не так-то легко. Мне жалко бездомных животных. У меня есть кот просто. Я бы взял бы, если бы, жил бы один бы. А так у меня кот, и там, я не могу взять я просто. К сожалению, очень мало забирают, больше всего привозят. И порой мы просто уже захлебываемся. Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме общественного объединения, зоозащитники Бурятий совместно с Российским союзом молодежи организовали благотворительную акцию. Небезразличные к судьбе приюта молодые люди решили не просить о помощи, а спеть о ней. Мы столько пытались сделать, но получается очень мало на самом деле. Люди больше за то, чтобы собак отстреливали, а не помогали им. И это очень большая проблема для города. Акция принесла свои результаты. За один день ребята смогли собрать небольшое количество теплых вещей, корма и денег, которые пойдут на благоустройство приюта кот и пес. Александра Иванова, Александр Хомаганов. Первое. Альтернативное. В окрестностях Улан-Удэя появился поклонный крест. Его воздвигли на одной из сопок в районе Верхней Березовки. Место в начале Баргузинского тракта выбрано не случайно. Такие знаки издавна устанавливали на перекрестках и опасных участках дорог для помощи путникам. Крутой подъем протяженностью в полтора километра и зимний холод не остановили желающих присутствовать на торжественной церемонии. Сопка с установленным на ней крестом открыта взору всех проезжающих по трассе. По мнению представителей епархии, люди будут чувствовать защиту и уверенность при виде креста. И этот теперь крест будет благословлять и освящать всех людей, которые здесь живут, и всех людей, кто уезжает с нашего города в этом направлении, и кто приезжает, которые будут, зирая на этот крест, смотря на него, будут благодарить Бога за ту дорогу, которую они проехали, прошли, которая была удачной и которая принесла исполнение тех задумок, которые они осуществляли. В Бурятской епархии планируют регулярно проводить службы у нового креста в ближайших планах благоустройства прилегающей территории. В частности, строительство лестницы, которая облегчит дорогу к месту поклонения. Хранитель, исполняющий любое благое желание. Пять священнослужителей из древнейшего тантрического монастыря Южной Индии Гуме привезли в Улан-Удэ тайные и давно забытые знания. Монахи проводят специальные ритуалы и молятся за очищение бурятской земли от проблем и невзгод. Одна из задач тибетских гостей – подготовиться к приезду в Бурятию в Далай-Ламы. К каждому обряду тибетские монахи готовят фигуры божеств, лепят их из жареной муки зомба, смешивают коровье масло, парафин и козий жир. Все это называется белым подношением, которое призывает удачу. Изначально Кенсур Лама Чойда-Жи был с визитом у его святейшества Далай-Ламы. Обсудив новый дацан Ламрим в Бурятии, который открыли по всем канонам, существующим в тибетском монастыре Гуме, Далай-Лама назначил нас, пятерых монахов, на службу в Бурятию. Мы проводим службы, молебны, все, что назначено для возрождения сакральных забытых обрядов, ранее практиковавшихся в России. Сегодня буддизм приобретает все большую популярность по всему миру. Этому способствует и учение Далай-Ламы. Тысячи людей специально приезжают на его лекции, чтобы послушать мудрые советы из уст великого учителя. Люди начинают понимать, насколько это необходима жизнь. То есть не специально, не попадая в какие-то чисто религиозные, ну вот, притязанно, привязанность, да, не попадая в религиозную привязанность, но ты, тем не менее, просто слушая лекции, слушая учения, буддийские учения, ты очень как-то много себе находишь внутренне для тебя приемлемо. И эта религия, она как бы многим дает, ну, спокой, душе, не обязан какими-то строгими правилами. Ну, больше всего, конечно, философия людей очень сильно интересует. И поэтому, я думаю, на Западе очень популярность сейчас стала. Визиты Далай-Ламы ждут и в Бурятии. Кенсур Чайдаржи говорит, что к его приезду нужно создать особую духовную атмосферу. В первую очередь, сами верующие должны подготовиться к приезду Далай-Ламы. Если учителю разрешат въезд в Россию, то, возможно, он посетит республику уже в следующем году. Я думаю, в следующий год практически по всем временным показаниям он наступил. Я сейчас буду в декабре встречаться с его сечеством и хочу попросить от имени бурятских буддистов приехать в нашу республику, в наш город Улан-Удэ, осветить те храмы, которые уже построены, и чтобы они уже просто порадовали, в том числе, самого Далай-Ламы. 15 ноября в буддийской общине Лам-Рин тибетские монахи проведут ритуал огненной пуджи. Он посвящен продлению жизни и приумножению богатства и мудрости. А побывать на их молебнах можно будет до 28 декабря. Именно столько планируют пробыть в Бурятии монахи из Индии. Юлия Пермякова, Юлия Денисова, Евгений Козлов. Первая альтернативная. На этом у меня все. Сразу после новостей смотрите рубрику «Улан-Удэ-Лиф» и заряжайтесь позитивом. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»